Возможности для творчества неограниченный житель Магнитогорска стал призером Всероссийского песенного конкурса среди инвалидов. Он прошел в Санкт-Петербурге. С какой композиции выступил наш земляк и как готовился к выступлению, расскажем далее. Его активности удивляются все. Со своим диагнозом ДЦП Евгений Снегов не опускает руки. В свои 54 поднимает штангу и бегает, а еще поет. А в белой дружке черный чай, черный чай, черный чай. Неделю назад в Санкт-Петербурге завершился 10-й Всероссийский конкурс «Ветер надежды». На нем люди с ограниченными возможностями здоровья из 42 регионов показали не только физическую силу, но и проявили творческие способности. С песни «Месяц май» Гарика Сукачева началась история Евгения Снегова в качестве вокалиста. С ней же он решил выступить на фестивале и вернулся призером. Не было волнения, не было ничего. И даже я и подвигался, и поддергался, и спел. Выступать перед большой аудиторией Евгению не впервой рассказывает, как борется с волнением. Законное правило, не надо смотреть в зрительный зал, потому что волнение будет. Но зато реальцию зрителей слышишь, уши никуда не денешь. Я сейчас слышу, как они верят. Они верят, и верят достойно. Для него это победа, прежде всего, над собой, ведь заболевание мешает общаться устно. Подготовиться к выступлению Евгению помогала педагог по вокалотерапии Ольга Ерофеева. За два года занятия они приняли участие во всех городских и областных песенных конкурсах, но на всероссийский уровень вышли впервые. Именно с 17 по 21 число был заключительный этап и галоконцерт уже третьего конкурса. Мы с Женей попали, минуя первый и второй тур, сразу на третий. Мы отправили изначально видео, наше видео, на нас посмотрели, и председатель жюри вынес решение пригласить нас вне этих туров. То есть мы попали сразу на заключительный, на третий тур, и выглядели очень достойно. Поэтому и получили заслуженное, считаю, звание призеров данного конкурса. Утро специалиста начинается не с кофе, а с Евгения, шутит Ольга. Каждый день мужчина приходит в центр, прежде всего заниматься вокалом, а потом уже в процедурные кабинеты. В планах певца большой сольный концерт к своему юбилею. Он состоится 18 февраля. Ольга Сухоплюева, Ксения Лебедева, Артур Узинбаев, информационная служба, медиагруппа «Знак».